Приветствую вас! Я думаю, что начать стоит с того, чтобы определить ваше состояние здоровья. То есть вы описываете, помимо страха смерти, да, это очень все похоже на медицинские, так скажем, проблемы. И работать, на мой взгляд, нужно именно с ними, с медицинскими проблемами вашими, а не с психологическими, потому что если у вас ВСД, да, то, соответственно, нужна психотерапия, но, возможно, нужна и фармакологическая терапия, медикаментозная, то бишь, и так далее. То есть все это, как бы, нужно учитывать, нужны показания врачей, вот, возможно, противопоказания, если, ну, если таковые имеются, вот. То есть тут все нужно исследовать, на самом деле, и исходя из этого уже думать, как и что, вот. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, да, вот. А дальше, если мы говорим дальше, то здесь момент такой, да. Это, значит, страх смерти. Это либо потребность в том, чтобы вас заметили, увидели или что-то еще, вот. С одной стороны, с другой стороны, это, значит, потребность убежать. Убежать от, значит, ну, мира, который на вас давит. На мой взгляд, тут очень важная история, вот. Откуда у вас взялся этот страх смерти? Да. Почему он у вас появился? То есть, ну, на мой взгляд, с этим нужно так, где разбираться. Вот, поймите, что, совершенно не просто так, а вы, как бы, стали бояться смерти. Вот. Терзина не просто так. Терзина не просто так, вы сравниваете себя, к примеру, с другими. молодыми людьми, допустим, с другими молодыми людьми, допустим. Совершенно. Совершенно. Совершенно, не просто так. У этого есть свои, опять же, причины. Да? Вот. Вот. Так что, нужно разбираться. Так, у меня периодически возникает дискомфорт. Так, начинаю думать, что я чем-то больна. Так у вас вегетососудистая дистония и интенсилист, это, наверное, какие-то заболевания. Вот. Надо думать об этом. Ну, что это отвлечь, и сразу с УПВА, вот. Я не могу иногда на чем сконцентрироваться, но я думаю об этом. На чем вы думаете и на чем вы можете сконцентрироваться? Вот. Про дискомфорт шеи, и то, что в горле скапливается слюна. А тут, опять же, как к медикам, что-то психологи здесь. В данном случае, я думаю, не совсем эффективно. В целом, нужно разбираться, вас хотя бы проинтервьюировать, нужно побеседовать с вами, и уже будет понятно, что с вами произошло, происходит. Вот. Панические атаки, кстати, о которых вы пишете, это отдельная история. Вот. Потому что, панические атаки, это результат того, собственно, что вы, к примеру, опять же, в себе подавляете, да, то есть какие-то чувства, которые вы, которым вы не позволяете, ну, проявляться, да. Вот. То есть тут история, пока. Ну, с другой стороны, да, что вы будете с этим делать, да, и будете ли вы вообще с этим что-то делать. Это уже деталь. Детали. Вот. Ну, по крайней мере, я думаю, что ответить вам можно так, потому что не хотелось бы давать каких-то предположений, в том числе и Лоснин, вам, вот, не пугать вас не хотелось бы. Все же я думаю, что стоит обратиться к врачу, который у вас нет, лечащему врачу, вот, и выяснить, у него, ну, нужны ли вам какие-то препараты поддерживающие, вот, и, соответственно, после этого уже обращаться к психологу. Вот. Абсолютно. Психотерапия. Психотерапия может вызвать у вас нежелательные, нежелательные совершенно симптомы, и, вот, чтобы их не было, да, нужно, ну, нужно обезопаситься, нужно обезопаситься, максимально обезопаситься. Ну, вот. Последний момент, Дарья, это то, что именно справляться Ни с чем не надо. Ни с чем не надо. Именно справляться. Ни с чем не надо. Вам нужно раскрывать, а не справляться. Это очень разные вещи. Когда вы справляетесь, вы подавляетесь. Когда вы раскрываете, вы с этим работаете, понимаете, зачем вам это нужно, корректируете свое поведение, в итоге становитесь более счастливой и гармоничной личностью. Знаете, какая штука. Вот. Так что обратите, пожалуйста, на это, на это самое пристальное внимание. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Если вам понравится, я вам понравится. Субтитры подогнал «Симон»! Это очень сложно, чтобы вам понравилось,